Ибо он это блестящий полководец эпохи начала нового времени, даты его жизни 1696-1750-й, ну, современник Петра I в Москве, например. И какая-то связь его биографии с русской историей есть, но не будем забегать. Еще какая, еще какая, не будем забегать. Забегать вперед, давайте, у него же потрясающие родители. У него, в общем-то, все потрясающее. Происхождение, судьба, романов у него было тысяча, но один тоже потрясающий. Итак, это очень яркая фигура, колоритная, человек, проживший удивительную, интересную жизнь. Начнем с происхождения. Оно высокое, но не королевское, так как он, он сын курфюрста саксонского. Курфюрст – это очень высокое герцогское положение в Германии, княжеское или герцогское. Это люди, которые имели право носить корону, как всегда, как правило, всегда с королевской кровью. И те, кто избирали императора. Да, это выборщик. Это курфюрста, это выбор. Выбор, фюрст, князь. С 13 века, это коллегия курфюрстов, их было очень немного, 9 человек, доходило иногда до 16, это предел. То есть, это избранные люди. Они имели право избрания императора германского. А в 14 веке, в 1356, за ними юридически, официально закреплено это право знаменитым Карлом IV, люксембургским, в его золотой булле. То есть, это высочайшее происхождение. Курфюрстами саксонские правители стали с 15 века, с 1423. Итак, он сын курфюрста саксонского, более того, курфюрста саксонского, который в 1694 году, за два года до рождения нашего Морица, стал королем Польши. То есть, у отца две короны. Герцогская, княжеская и польская. Да, он избран польским королем. Под именем Августа II по прозвищу Сильный. Действительно сильный физическая сила, которую он вполне передал сыну. О сыне рассказывают так, что подкован одной рукой, сжимал плотно, а гвоздь толстый, без напряжения, превращал в штопор. Ну и, наверное, применял этот штопор. Да, но отец Август Сильный. Кстати, посмотрите старый, хороший, чудесный польский фильм графиня Косель, где как раз об Августе Сильном, о Карлом XII и так далее. Август Сильный был избран в традициях времени и в традициях семейства. Морец, прежде всего, остался в истории как полководец, как воин. Август, курфюрст Август прибыл на выборы в Польшу с хорошим войском и был хорошо избран. То есть, там часто вокруг Польского престола были всякие борения. Август решил это силой. Итак, он король Польши, но в 1706-1710 был отрешен от престола. Это Северная война идет. Идет Северная война. Он был отрешен от престола, отрекся под давлением своих противников, признал королем своего соперника Станислава Лещинского, родственника правящего французского дома. Кто только не вмешивался в эти дела. Но в 1710 году, после Полтавы, Петр I вернул его на место. Пусть Август будет на месте. Они были союзниками Петр I и Август в Северной войне. И войне против Швеции, которая после Полтавы перестала быть великой державой, а ей на смену пришла другая, великая держава России. То есть, это очень заметный человек. Союзник он был не очень надежный, но отношения были постоянные и заметные. Мать Аврора фон Кёнигсмарк. То есть, вот это происхождение фон Кёнигсмарк, это самые знатные корни в немецкой истории. Но при этом синтон незаконный. А сын вне брака. Да. И вот это, я называю это синдром Бастарда, синдром Бастарда определил жизнь мурица, я не сразу до этого добралась, определил до конца. Часто кажется, что нет, он занят другим, женщинами, разгольной жизнью и войной, которую обожал больше всего на свете. Но нет, я надеюсь показать, что синдром Бастарда жил всегда. Число внебрачных детей его отца в истории, ну, вероятно, преувеличено, передается в каких-то немыслимых цифрах. От 50 до 250. Но он был лихой парень, у нас был с вами такой герой, как Карл II. Да, и Карл II. Вот это тоже, это признак эпохи детей. Который даже стал успокоиться, что их слишком много у него. Детей полно. Но, было такое правило, отец может его признать. То есть, он признан отцом. Это Бастард такой, тем хуже для психологии Бастарда. Он признан отцом. Все знают, что у него знатное происхождение. И, как всегда у этих Бастардов, он смотрит на законных, а часто они очень неудачные дети. Или слабые здоровьем, или с очень дурным характером. Он смотрит и говорит, я же лучше самому себе. Ну, Шекспир этот синдром проанализировал блистательно. Август Сильный еще был знаменит в Европе, как величайший коллекционер антиквариата, произведений искусства. Его коллекции сравнивают коллекционирование с уровнем медичи флорентийских. Сохранились невиданные сокровища, которые побывали, между прочим, в Советском Союзе после Второй мировой войны. Из Потсдама они перекочевали. Ну, а потом большая часть, практически все, кажется, было возвращено. Из Дрездена они. Из Дрездена. Из Дрездена. Из Дрездена, в Саксонии. Это его столица разбомбленная тогда была. Перевезли вместе с галереей. Но галерея не его. Очень, ну, самый крупный в мире бриллиант зеленый считается, что он из его коллекции. Там Новый Карат. Но еще нам подарил одну замечательную вещь, Август Сильный. Он подарил нам майсинский фарфор. Да. Зател он, и так же, как и его сын Морец, они увлекались духи эпохи. Прежде всего, войной, рядом на уровне, таком же уровне, с женщинами. А еще где-то вот недалеко, естественные науки, производства. В этом смысле, Петр Первый отлично призывался в эту европейскую картину. Пиковины, производства. Я еще отмечу, чем он займется со временем. Итак, военная карьера для этих признанных бастардов считалась абсолютно нормативной. И поэтому мальчик, получив первоначальное образование систематическое, отец платил. Платил за его раннее образование. Я не знаю, как его на всех бастардов хватило, но за этого платил. Уж очень похож был на него, видимо. 12 лет Морец был отправлен отцом служить прапорщиком в саксонскую пехоту. В 12 лет мы считаем ребенок. А тогда на мальчика этого возраста, да и на девочек смотрели иначе. И вот в возрасте 12-14 лет Морец оказался в войсках под командованием великих полководцев Евгения Савойского и английского принца Мальборо. То есть, война как искусство очень принята в это время. Времена Средневековья с рыцарским подходом к войне и рыцарями как лидерами военных сил ушли. Приходит новая с огнестрельным оружием, с применением артиллерии. Морец этим очень интересуется. И в конце жизни он напишет замечательную книгу. Несколько трактатов. Да, знаменитый его трактат «Мои заметки», так примерно переводят о войне, они просто были долго настольными книгами для тех, кто изучал военное искусство. Кроме того, отец, видимо, заметил его и способности, и склонность к войне, и то, что он растет богатырем, который гнет подковы. Это у них общее с отцом. И тогда, в 1711 году, когда Морецу было 15 лет, отец дал ему титул графа Саксонского. Это много. Но это не то знаменитое все, которое, как правило, хотят бастарды. Саксония в это время место очень заметное. Многие центры в Саксонии, ну вот, как раз добыча серебра определяет многое в развитии этой области. В Мейсоне фарфор это начинается с августа. Он просто заполучил знаменитого мастера, владевшего тайной фарфора, и не выпускал его. В общем, он был пленник у него, этот мастер. Так начинался знаменитый саксонский мейсенский фарфор. Так Морец потом будет актеров пленять. Да, голубые мечи. Так начнутся. Лейпциг стал центром книгопечатания. В 1409 в Лейпциге возник университет. В 1502 в Виттенберге. Это все саксонские центры. Там начнется деятельность Лютера в 1517. Это центр протестантизма. Герцоги маневрировали, ориентировались все-таки на габсбургов. А значит, на католическую веру. Но все равно это очень заметная область. Господи, когда-то в 8-9 веке Королев Великий 30 с лишним лет покорял этих самых саксов. Предков-предков населения Саксонии. Итак, из замеченного места, замеченный мальчик, который в 12 лет уже не считается мальчиком, в 13-летнем возрасте, он прошел пешком от Дрездена до Фландрии, нынешней Бельгии. Сходил пешком из Дрездена в Германию в нынешнюю Бельгию, потому что там было интересно. Там сражались Англия, Австрия и Голландия совместно, как союзники, против Франции. Вот там участвовали гений Савойский, герцог Мальбора. Это то, что называется началом войны за австрийское наследство. Это еще пра. Да, это пра-пра-пра-пра, предисловие. И война за испанское наследство. Вот эти странные названия. С 1701 года идет война за испанское наследство. Вот здесь он поучаствовал в испанской. Она идет с 1701 до 1714, за год до смерти Людовик 14 заканчивается. Борьба Франции, которая стремится выйти в абсолютные лидеры тогдашнего мира. Потому что, в общем-то, Европа и есть суть тогдашнего мира. Франции стоят австрийские и испанские гавсбурги, которые до этого, в 16 веке, создали мировую империю невиданных масштабов. И вот Людовик 14 получил, добился, испанский трон для своего внука. Но вот оно, испанское наследство. Посадить своего родственника на испанский престол. Для своего внука Филиппа V Бурбона. Знаменитая фраза, перенеев больше нет. То ли это Людовик сказал, то ли министр, не в этом дело. И вот здесь юный Борец начинает сражаться на стороне империи, в саксонских войсках. Вся его дальнейшая жизнь, наоборот, на стороне Франции. А пока он тренируется в саксонских войсках. Он готов был пойти на французскую службу, может быть. Но от Людовика 14, как и Евгений Савойский, взрослый и уже знаменитый полководец, приглашение не получил. Все его военная карьера проблестает при сыне Людовика 14, Людовике 15 и не очень скоро. Он правнук. Да, при Людовике 15, почему благословенный, сын Людовика 14. Он правнук, он правнук. Да, да, да. Конечно, у нас же все дети, внуки поумирали. Правнук, правнук. Внуки вымерли. В общем, не скоро. И Людовик 15 долго будет мальчиком. Его военная карьера впереди. Да. Пока. А пока он остается на немецкой службе в воинственной Саксонии. Как бы проходит первоначальную военную подготовку. В 1708 году 12-летний мальчик участвовал в боевых действиях саксонских полков в Польше, Голландии, Померании. Август сильный, его отец, союзник Петра I. Он отправил Морица в 1710-м, это значит в возрасте 14 лет, в русскую армию, где 14-летний офицер воюет в Прибалтике. Участвует во взятии Риги. Вот там он прошел уже в таком юном возрасте настоящую военную школу. И с 17 лет Морица становится полковником. Морица заметили его способности и любовь к военному делу. Но повоевав там при Балтике, вот в этой Северной войне, ну, условно, сколько-то на стороне России, он заметил, и уже тогда намекнул отцу, не отдаст ли он ему, скажем, ну так, иронически, плохо лежащую корону герцога Курлянского. Очень там шатко. Отметьте это, друзья, отметьте. Это вернется. Да, это вернется. Это вернется. И через очень интересную женщину, нам знакомую. Да. Отец купил Морицу должность командира полка в Германии, пока, чтобы он успокоился в Германии, где он уже сам, не покупкой, ретиво служа, отмечена ретивость, дисциплина его солдат, организованность, и он честно дослужился до бригадного генерала. Скажем сразу, что он взлетит в конце своей жизни до главного маршала Франции, главнокомандующего войск, ведущей страной. Там была еще одна причина, почему Людовик XIV не приглашал этих людей, и в особенности... Вот любопытно, вы считаете, почему? Нет, там была еще причина. В конце своей жизни Людовик XIV стал страшно религиозен. И вот это обмена Нандского эдикта, драгонады... Двинула обратно, да, к каталицизму. Да, и только потом, забегая вперед, скажем, что приглашение Морица-Саксонского... Но они протестанты. Да, протестанта, офицера-иностранта... И вот он станет Морица... Герцог Нуай его. ...главным, станет главнокомандующим Франции, будучи и иностранцем, немцем, и протестантом. Это был он был протежием Герцог Нуай. К тому же, стареющий Людовик XIV, это не то, что молодой Людовик XIV, он стал бояться, вообще всегда боялся конкуренции. Вспомним, как он покончил с Фуке одним ударом на заре своей жизни, королевской жизни. И в итоге он остается в рамках немецкой службы. Кто бы мог представить, что в итоге будет главным маршалом Франции? Юному полковнику Морицу было 17 лет, когда его насильственно против его воли женили на 14-летний династический товар. Дети же. На 14-летний, богатый, богатейший наследницы, графини фон Лебен, или не фон Лебен, сказочно богатый, сказочно, он не хотел жениться в 14 лет. Может быть, он вообще никогда не хотел жениться. Как выяснилось, очень скоро в его 17-летнем возрасте ему нравились все женщины, а он нравился всем женщинам в ответ. Тем не менее, его женили. И это, я думаю, во многом определило его дальнейшее поведение. Его какой-то... Ну, все пишут, современники, о его беспутстве. Демонстративное, он не хочет признавать, что он зажат в этом браке. Да, и он долго будет добиваться его расторжения, в конце концов, в 21-м году. А родственники будут бояться расторжения. А в 21-м году он все-таки будет расторжен. Его брак признают недействительным по интересному резону. Потому что он растратил богатейшее, приданное своей жены. То есть, он успел приданное растратить, а потом брак расторжен. На других женщин. Молодец, понял. Но законы были любопытные. Вот за то, что муж так безоглядно и беспутно растратил приданное своей жены, на этом основании можно признать брак недействительным. Это не для католической церкви. Нет, конечно. Это новая протестантская идеология. В чем, заметим, в основе лежит неразумная трата денег. Это пришла буржуазия. Пришли капиталисты, образно говоря, со своим денежным мышлением, которое и по сей день в большой степени царит в мире. И они их бессмысленно растраченные деньги считают преступлением. В то время как Морец, а также Евгений Савойский, вот эти полководцы, этой красивой эпохи, они в чем-то подражают, прежде всего, конечно, былому рыцарству, трансформировавшись. Они должны воевать в красивых костюмах. Они должны воевать со всякими поклонами, объявлениями войны, красивыми фразами, которые современники должны запомнить и должны тратить деньги красиво. То есть они к этой эпохе лепятся плохо. Но они в ней живут. Мы продолжим рассказ о Мореце-Саксонском через пять минут. Порой! Всё так! Ну, в общем-то, мы не собираемся скрывать правду, особенно о Мореце-Саксонском, которому посвящена сегодня наша программа «Всё так!» Наталья Ивановна Басовская. И мы продолжаем. Итак, юношеские, в общем-то, военные подходят к своему концу. Уже подходят зрелые. Вот он уже взрослый. Да, он взрослый вполне. Ну, вот он уже и взрослый, но тут и переламывается его судьба. 25 лет, в 1721 году, родственники его жены категорически настаивают на расторжении брака, состоянии страчено. Отец, Август II, ещё жив. И отец просто ссылает его. Ну, занятно, что ссылает в Париж. Да, в французскую службу. Но это куда подальше вообще. Куда подальше от Польши, от себя. Он отцу портит репутацию, как отец считает. А потом, по-моему, он просто на самом деле понял, что его не исправишь. И хорошим семянином он уже не будет. А при французском дворе тогдашним очень даже развлечётся. И не ошибся. Это регентство. Морис появился при регенте Людовик, 15-й маленький мальчик, королю, 11 лет. Регентом является герцог Филипп Орлеанский. Был замечен регентом и очень умным первым министром, кардиналом Флюри. Кардиналы во Франции, целая группа кардиналов, Решерье, Мазарини, Флюри, они очень яркие люди, заметные, умные и государственные люди. И вот он замечен, хотя, кажется, у него дурная репутация, но его вот эта ранняя военная карьера, здоровое честолюбие в очень могучем, привлекательном теле делает его страшно популярным. Его сравнивают в записках современники, в особенности женщины, с Гераклом, Тесеем, Ясоном, Персеем и так далее. Это проскакивает, проходит красной нитью. Я хочу смотреть книгу Куна, мифы, легендные мифы Древней Греции. Чистоится, что этот двор не был необразованным. Мне особенно интересно, кажется, сравнение с Персеем, ибо назревает история с некой русской царевной, которую попробует этот Персей получить. Царевна мощная, царевна вдохствующая у нас. До царевны появится величайшая любовь к его жизни. А все-таки, мне кажется, этот лавелас, этот, как бы, дамский угодник, испытал настоящее чувство. Потому что при его характере целых 9 лет он был фактически супружескими узами, связан с удивительной женщиной, актрисой театра комедии «Францесс» Адриенны Ле Куврер. Театр комедии «Францесс» не просто моден. Это королевский театр. Это, допустим, в свое время глобус в Англии, придворный театр. Театр, куда ходит аристократия. И там появляется ведущая актриса, звезда, из простых, из простых, Адриенна Ле Куврер. Она где-то выдвинулась сначала в провинции, потом при посредничестве Поля Леграна, который художественно оценил ее талант, с 1717 года выступает в комедии «Францесс». Она выступила больше тысячи раз на подмостках этого театра. Она не типичная актриса. Ее приглашают в аристократические салоны. Она умеет себя держать. У нее есть качества, которые просто отличают ее от массы, от среды общеартистической. Получилось так, что после ее неожиданной трагической смерти было тщательно описано ее имущество. Так вот, там библиотека. Она любила чтение. И кто-то из современников пишет. Вот огромная библиотека, целых два шкафа. А в этих шкафах Рабле, Рассин, Мольер, Ла Фонтен. Среди близких друзей, посещающих ее, приглашающих в другие салоны, молодой Франсуа Мария Артуэ, то есть Вольтер. Она играет в пьесах Вольтера. Она играет в новых пьесах Вольтера. Вольтер молод. Ему за 30, ну, к 35. Это молодой еще человек. Молод, ярок. Его талант расцветает. Со временем он посвятил ей, ее памяти, три элегии. Я сейчас прочту несколько строк. Это будет, когда она уйдет из жизни. А когда расскажу ее окончание, отрывок из его речи. Вот из элегии. Нет, эти берега священные, а то в месте, где она была похоронена. Здесь могила, хранящая твой прах. И к этим берегам, что муза нашей, песнь печальная почтила, приходим мы, как в некий храм. Вот как Вольтер отзывался об этой женщине. И именно с ней случается самый серьезный, самый длительный, наверное, единственно серьезный и единственно длительный роман в жизни Морица Саксонского. На протяжении девяти лет многие воспринимали их, в общем-то, как супругов. До самой смерти Адриены. Комплекс Бастарда гонит. Синдром Бастарда гонит Морица прочь от Адриены, где он так счастлив. Прочь из Парижа. В надежде заполучить герцогскую корону. Ему 30 лет. 1726 год. Он заметил еще это Курлянское герцогство во время Северной войны, где он тогда уже отцу намекал. Это Курлянское или Земгальское герцогство, вассальное, маленькое государство Польши. Курлянское, там плюс Земгальское, это Курзами и Земгале. Его и так и так называют, но это объединение земли. В Латвии, к югу от реки Даугавы возникло в 16 веке после распада Ливонского ордена. То есть, это вот то, что плохо лежит. Магистр ордена и его потомки Китлери и его потомки правят. Но хочется, они истощаются как-то, там уже выдвигаются бероны со временем. Но пока там нет надежной власти. Потому что это, как и речь посполитая, дворянская республика. Высшая власть принадлежит совету знать. Как бы вроде замечательно, но нет стабильности. И все время кто-то хочет заполучить прочную герцогскую корону. Вот за ней и бросился туда, морец саксонской. Он посватался к молодой вдове герцога Курлянского. Ей 30-ти года. Анне Иоанновне, племяннице Петра Первого. Это дочь брата Петра. Когда-то они были соправителями. Иоанн Пятый уже умер. Это юная барышня. Ну да. Юная барышня. Здоровая. До строгого характера. Вторая дочь царя Иоанна Пятого. Петр Первый. После Полтавы, повторяю, он многое мог. Европа стала вслушиваться в то, что он говорит и делает. И он добился от дядюшки, герцога Курлянского, прусского короля Фриды Хавильгельма Первого, согласие на русский брак для молодого герцога Курлянского. И вот за него была выдана Анна Иоанна. В 1710 году. Племянница Петра венчана в Петербурге с герцогом, с наследником герцога Курлянского. А в следующем, 711-м, по дороге в Курляндию, молодой герцог умер. Есть такая комическая версия от чего. Будто бы он пытался перепить Петра Первого в праздничных и в свадебных и послесвадебных пирах. Мы знаем, что у Петра была такая вех манера. Все пьют огромные стаканы. Может быть так, но, короче, молодая вдова там. И когда посватался Мориц, лично Анна Иоанна дала согласие. И писала, правившая тогда в Петербурге, Екатерине Первой, вдове Петра, писала с просьбу поддержать этот брак. Она была согласна. Но многие были согласны. Меньшиков, по какой-то версии, хотел сам эту герцогскую корону. Александр Меньшиков, Александр Данилович, кажется, хотел всего, что лежит плохо и даже хорошо. Поляки хотели. Поляки боялись усиления России. То есть, этому браку многое мешало. Мориц готов был, как бы по письмам, отстоять это право с оружием в руках. Это в его духе. И вот Адриена Ле Куврер посылает ему деньги, продав золотую и серебряную посуду, то ли свою, то ли его, неважно, но свои драгоценности. Точно посылает ему денег, чтобы он нанял солдат и воевал за право жениться на другой женщине. То есть, у Адриена Ле Куврер это, видимо, была огромная такая истинная любовь. Он был и ее Тесеем, и ее Персеем, и ее Гераклом, и ее Героем. И она посылает ему деньги. Но почему-то набор войск не состоялся, не знаю детально, хотя Анна сама была за. А есть версия простейшая, почему рассыпался брак, бытовая, что Анна и Анна застала его вместе с своей Фрелиной в несколько не той ситуации, которая удобна для человека, прощающего строгих нравов. Серьезная. Воспитана была. В разных строгости. Но крепко на руку и на характер. Да, и вот эта курлянская авантюра не состоялась. Анна и Анна, уморится, привезла в Россию, когда ее пригласят на престол в связи с невозможностью. Вот боярам там в верхушке кажется это удачно. Она привезет с собой временщика Берона, который, я думаю, много помрачнее был Морица Саксонского. Но это маленькая альтернатива нашей истории. Было ли бы решительно что-то не так, не думаю. Но не столь мрачный след оставило бы, может быть, правление Анны и Анны. Хотя тоже его надо воспринимать многогранно. Да и Берона. Бероновщина, да, слово такое, иностранщина, вообще не нравится, когда она у власти. То есть, этот вопрос непростой. И, может быть, этот превратившийся во француза немец Морица Саксонский понравился бы еще меньше. Кто его знает? Да, Адриану Лекурер тем временем она умерла или ее отравили? Потому что там еще герцогина Бульонская ревновала. Это 1730 год. В 1926 была Курлянская авантюра. А через 4 года, в 1730, Мориц привычно понравился, я бы сказала так, роковой женщине, герцогине Бульонской, которая более чем серьезно воспылала к нему, ну, может быть, романтической, может, не романтической страстью. Она была четвертой женой старика герцога 70 лет, при этом молодая, красивая, богатая. И дальше слухи, что она дала некое якобы приворотное зелье, вернее, отворотное, некий препарат, который выпьет Адриана Лекурер, и тогда к ней охладеет Морица. В общем-то, это оформление отравления. Это оформленное отравление, она была, видимо, отравлена, умерла фактически на сцене, фактически, сразу после спектакля 15 марта 1730 года. И вот тут выяснилось, что эти ее аристократические друзья в лице Морица, Вольтера, графа Доржансона, они были настоящими друзьями. Они не покинули даже ее в последние минуты и после смерти. Ибо после смерти было такое приключение. Церковь отказала Адриэль Лекурер в нормальном христианском погребении, якобы потому, что в последней своей исповеди она отказалась сделать то, что требовал священник. Признать свою профессию и свою жизнь актрисы греховной от начала и до конца. А она была актрисой серьезной. И тогда ей отказали в нормальном погребении. Тело ее было похоронено в могиле, засыпано известью. Два слова. Вот какую речь написал Вольтер, а читал актер по поводу этого события. Я чувствую, господа, что все вы сожалеете об этой неподражаемой актрисе. И хотели бы видеть ее здесь, среди нас. Ибо она, можно сказать, изобрела искусство непосредственно обращаться к сердцу человеческому. Вот к сердцу, Морица, она сумела обратиться. И наполнять живым чувством и правдой то, что было прежде достоянием напыщенной декламации. Совершенно верно. Очень верные слова. Да. Но потом Жен Скрип напишет пьесу. Это будет очень популярная пьеса Адриэна Ле Куврер. И так получается, опять в нашей же стране играла величайшая трагическая актриса. Алис Герна Конан играла. Долгие годы играла этот великолепный спектакль. С блеском. Она без блеска ничего не умела делать. И театр был закрыт. Занавес закрылся. После этого спектакля. После этого спектакля. Вот даже посмертная судьба Адриэна Ле Куврер какая-то. Вот даже там, где продолжается ее слава, что-то трагическое есть. Но мы подошли к завершению жизни. К звездному часу Морица. После смерти отца Августа Сильного в 1733-м. Морис попробовал поучаствовать в борьбе за польскую корону. Вот этот синдром короны уже будет преследовать его до последних дней жизни. Ужас. Его в качестве претендента просто не заметили. Россия вместе с Австрией били за законного сына Августа II, саксонского курфюрса, тоже Фридриха Августа. Он стал Августом III. Франция за Станислава Лещинского, брата королевы Франции, жены Людойка XV, Марии Лещинской. То есть он не замечен. И что же, не будет звездного часа? Будет. Его звездный час, так называемая война за австрийское наследство 1740-й-48-й годы. Он назначен главнокомандующим. Удивительно. Мы уже замечали. Иностранец и протестант. Но удивительная штука. Частично через женщину. Он угоден всесильной фаворитке Людойка XV. Мадам Помпадур. Все. Умнейшая женщина. Умнейшая женщина. Назначавшая министров. Снимавшая министров. Людойка XV как-то принимала это совершенно естественно. Она, кстати говоря, глупых советов не давала. Нет. Это была очень умная женщина. В отличие от последней любовницы Людойка XV, господи Дюбари. Та презираемая. Да, да. А эта умна. Это очень умна она была. И дает разумный совет. И она говорит. Я вижу там примерные слова. Он бывает и мелок, и низок в отношениях с женщинами. Но он велик на поле боя. Людойк XV говорит. Есть. Вот что такое мадам Помпадур. Отправляется вместе с Морицем, но не как командующий, во Фландрию, где идет битва. Ну, примерно с сегодняшнюю Бельгию. Чья она будет? Австрийская? Французская? Скорее это поле битвы. Потому что коалиция англо-гануверско-нидерландская коалиция. И сражается с Францией. А там еще за кулисами, как всегда, Англия против Франции. Англия против Франции. И выходит тоже молодой, амбициозный человек. Сын, младший сын Георга Второго, герцог Кумберленский. И обещает, что непременно вступит в Париж. Иначе. Или съест свои сапоги. Он сапоги не съел, кстати говоря. А Морин заметил. Мы ему приготовим их. Если он так хочет. Он имел ввиду, что во Франции прекрасная кулинария. Традиции кулинарные. И под каким-нибудь соусом. То здесь Морец. Жаль, что Камберленд не съел свои сапоги. Очень неприятная фигура. Очень неприятная. И через год он будет сражаться с шотландскими якобетами. В это время Людовику Пятнадцатому 35 лет. Он молод. И вроде бы... А Морец 49. И Морец очень болен. Ему 49 лет. Но уже пишут и говорят. Он одрехлел. У него что-то с ногами. У него подагра. То, что называют водянкой. К тому же ноги опухают так, что ему делают. У него страшная подагра. У него страшные вены. Он, наверное, состарился. И он не может двигаться. Его полководца несут в плетеные такой специальные корзинки. Которую он сам называет своей люлькой. Но Людовик сказал. Во всем слушаться Мореца. Берите пример с меня. Я назначил его главнокомандующим. Но я буду подчиняться его приказам. Днем побеждает. В трех битвах подряд. Самое знаменитое сражение при Фонтенуа. После которого он стал просто на уровне великих полководцев времени. Евгения Савойского. Принца Мальвара и так далее. Вошел в самые первые ряды. Несмотря на то, что говорят. Смотрите. Он дыхлеет. Он болеет. Но он умеет расставить силы. Уже написаны его эти трактаты. Он умеет разумно применять артиллерию. Ведь артиллерия, которая только что стала играть очень важную роль. Ее надо было уметь применить так, чтобы не повредить своим войскам. Ну, там серьезное было дело. И самое главное за заслуга Мореца Саксонского в том, что при решительном прорыве французского фронта, когда англичане, которым было предложено знаменитое господа англичане, стреляйте первыми. Вспоминали битву при Пластье. Да. И был прорыв расположения французского. И он этот прорыв закрыл решительно. Не считаясь ни с чем. И англичане, в общем-то, рассыпались тогда. Рассыпались и отошли. И вспоминалась битва при Пластье. Сами французы вспоминали. И тогда же король Иоанн II Добрый был на поле битвы. И тоже против него был английский принц. Казалось бы, история возвращается. Там французы потерпели полное поражение. Здесь нет. Когда надо было штурмовать какую-то там стену, преграду, Морец использовал виселицы, стоявшие тут же. Приказав из них сделать лестницу. То есть, он был изобретателен, решителен. И с оттенком этого рыцарства стреляйте первыми. Но с умением побеждать. Победитель Профонтенуа затем захватил ног городов. Вот штурмует даже при помощи виселиц городов в Нидерландах. Очень знаменитых. И получил титул, звание, должность. Вернее, главного маршала. Как граф получил замок Шамбор. То есть... Королевский замок Шамбор. Совершенно... Но заброшенный. Благодарным, как ни странно, оказался Людовик XV. Он его озолотил. И вот Морец Саксонский, растративший, погубивший состояние богатой жены, снова богат. У него в замке личный театр. Он восстановил Мольеровский театр. Да. Он не забыл Адриэну Лековрер. Настолько не забыл, что есть версия. Кто-то передал из уст в уста, что умирая он сказал две вещи. Очень разные. Прежде чем умирать. Он жил хорошо, красиво. У него были выданы пушки для украшения усадьбы, чтобы вспоминать свою былую славу. И кавалерийский полк для тренировок. Чтобы он командовал хотя бы... Он обожал охоту. Он восстановил конюшек. Не уйти... Он облагородил всю эту... От любимых занятий. ...всюду и территорию. Он чудесный был. Все это так, Сергей Александрович. Но в его голове жил то смерти. Синдром Бастарда. Он строил новые, абсолютно нереальные планы насчет короны. На Корсеньке. На острове Топага. Что уже чистое безумие. И где-нибудь в Южной Америке. Умирая он сказал... Да. Жизнь – это сон. У меня он был прекрасным, но таким коротким. Но самое странное, что он сказал, что он хотел бы быть погребенным в незаметной такой какой-то яме могиле, засыпанной известью. Это как Кадриен Ле Куврер. Это эхо любви. Его единственной любви в жизни. Эхо любви Кадриене Ле Куврер. Так что же это за человек такой, Сергей Александрович? Какой портрет мы представили? Мне кажется, что в его личности, в его биографии, в том многом, о чем мы рассказали, а суть вот этой эпохи. Да. Он действительно, если старшие полководцы, великие деятели 30-летней войны, они герои барокко. И очень было хорошо сказано о нем, о некоторых других, о Морисе Саксонском и о принце Чарли. Это герои эпохи Рококо. Со своими вот такими романами, вот таким вот пафосом уже завитушками. Надо сказать, что вот все многочисленные Авроры, как и мать Аврора Фунт Кенигсмарк, мать Морица Саксонского, у него будет правнучка тоже Аврора, Аврора Дюпен, которую мы гораздо лучше знаем под именем Жорж Сант. То есть вот это... Это прямая правнучка Морица Саксонского. Всегостение к литературе, театру, с оттенком былой рыцарственности, с непременной войной, как занятием достойным мужчин. Очень хорошо в французском знаменитом фильме «Фан-Фан-Дюльпан» там в начале Герд читает закадровый текст. Это было время, когда мужчины занимались только войной и любовью. Вот это Морица Саксонский, как квинтэссенция эпохи. Возможно, это рок-ко-ко во многочисленных завитушках, которые я считаю излишними. Но главным в его жизни, я считаю, две вещи. Единственную любовь, которая все-таки случилась, и невозможность преодолеть синдром Бастарда. Да, Морица Саксонский удивительный человек, поразительная совершенно фигура. Вот такого бурного и страстного века.